Q получает в случае победы 75, но проигравшие остаются с 90 очками, либо 75% от 90 очков в случае, если это LGD. Ну и комментирую для вас по-прежнему MailStorm и Force. Добрый вечер, уже. Да, уже действительно вечер. Ну что ж, Минески против LGD Gaming. Можно сказать, что эти команды заняли первые места в своих группах. 4-1 они сыграли, Минески проиграли одну игру Na'Vi. LGD проиграли одну игру Immortals. Минески сегодня с Immortals немножко пободались, но все-таки 2-1 одолели, LGD одолели EG2-0. До того, как сделаны у нас драфты окончательно, я бы сделал небольшой прогноз. На мой взгляд, LGD с такой игрой, которую они показали, могут вполне выиграть. Ну, если не 2-0, ну, в любом случае должны побеждать. Но, опять же, стоит сказать, что Минески — это команда, которая играет против любого соперника, против следующего соперника по-разному. Да, они с Na'Vi играли со скрипом 2-1, но очень уверенно разобрались с EG. С Immortals пусть проиграли первую карту, но смогли победить этого непростого соперника. И думаю, что у нас будет интересный матч в любом случае. Ну и драфт. Сайленсер от LGD Gaming на первый пик. И Эрспирит Мирана на первый-второй пик от Минески. Отвечают с Энкингом. Понравился этот персонаж, видимо. Возможно, Яу опять его отдадут покатать. Ну и Венек, Шейкер, Бэтрайдер и Найт Сталкер в бане. Также муж на ваших экранах с его взглядом самца коронным. Да, ну на драфте у нас находится джебс. Много хороших героев осталось еще. Есть лич. Есть микрофос, которого забыли. Очень интересно, как в первой игре сыграют, каких героев выберут именно эти команды, потому что играли они совершенно по-разному. И наверняка готовились друг к другу. Ну да, мне стиль игры LGD как-то даже больше понравился. То, как они сыграли против ЕГЭ. Очень академично. Ну, по-китайски, скажем так. Да, вот непривычно академично, я бы сказал. Так, ну и вторая стадия банов отправляется в бан Шторм от Минески, потому что хоть Сумаил выбыл из турнира, у Мэйби также отличный Шторм. Это его сигнатурка. Кстати, Винга в бане решили избавиться от этого персонажа. LGD, в отличие от нас, побаиваются Кэрри Винги. И считают ее сильными персонажами. Я бы тоже не сказал, что Кэрри Винга — это прям откровенно плохой герой. Есть стратегии, с которыми она может работать. Я просто, когда мы комментировали игру Минески, сказал, что в бытовом сознании она является плохим героем, потому что я как не открою какие-нибудь комментарии в Студонале или в паблике Рухаба, или в Твиттере, или в чате Твича, только ленивый эту Кэрри Вингу не пинает. Но зато, когда Кэрри Винга выигрывает, никто что-то не говорит, «О, блин, какая же Винга крутая, какой же хороший герой. Такой агрессивный, с ним можно за 20 минут игру закончить». Никто так не говорит. Зато, когда Винга проигрывает, все ее оскорбляют почему-то. Кажется, это несправедливым. Забанили еще Пугну. LGD. Хотя у них уже два героя, которые против Пугны достаточно хороши. Сайленсерс и Кинг. И Арк Варден отправляется в бан. Да, и Арк Варден. Это уже со стороны Минески. Осталось 10 секунд. Ожидаем какого-то саппорта, наверное, сейчас от Рабза. Это не саппорт, это Манки Кинг. Решили напоследок оставить героя пятой позиции. Характерно обычно. Может, просто не захотели отдавать, побоялись, что соперник может забрать. У соперника-то уже два саппорта имеется. Несмотря на то, что Санки Кинг может и на сложную пойти, его все-таки чаще делают именно четвертой позицией. Осталось 5 секунд. Манки Кинга забрать. На всякий случай. Чисто на всякий случай. Мало ли. Приходят сообщения между вторым полуфиналом и финалом. В Бухаресте пауза один час. Вау. Главное вовремя. Где тебе приходят? Где-то... В личные сообщения. Сообщил нам, да? Это информация, да. Информация от организаторов, что у них будет пауза час назад. Которая, собственно говоря, и была. Но мы сказали, что будет пауза перед финалом. В общем-то, здесь ничего удивительного. LGD забирают себе Ember тем временем. Тоже сигнатурка, можно сказать. Да, мэби тоже Ember Spirit прекрасно играет. Красавчик, который будет на Ember Spirit играть. А это FY. FY все еще, на мой взгляд, недостаточно хорош. Несмотря на то, что мы сказали, что да, LGD классно играют. Но FY недостаточно хорош на офф-линии. А, подожди, ты сказал, что FY будет играть на Ember Spirit? Я ничего не путаю? Нет. Я опять что-то не знаю. Этого я не сказал. Я просто сказал, что недостаточно хорош на Ember Spirit. Просто перед FY показывали мэби. Я сказал, что вот он, красавчик, который будет играть на Ember Spirit. Я понял. Просто ты там клинфит смотришь. Я-то не смотрю, я смотрю исключительно. В монитор доты. Ничего другого я там не вижу. Да, Ember Spirit герой хороший. Мэби на нем отлично играет. Но тут уже, видишь ли, два проблемных персонажа для Ember. Ну ладно, один. Monkey King проблемный персонаж для Ember Spirit. Если Monkey King встанет в центр, будут проблемы. Появляется у Минески. Герой, про которого мы говорили. Его можно было бы забрать на третий пик и пытаться как-то впоследствии удивить соперника Monkey King после пика Ember. Но тут так получилось, что LGD сами забрали Ember прямо после пика. Ну, видимо, не боятся. Видимо, не боятся. Видимо, надеются на то, что Мэби как-то сможет, переагривая крипов, отстоять на центре. Сумейл уже все-таки смог отстоять на центре против Урса. Ни разу не умер и даже что-то нафармил. Так же и здесь, наверное. Есть какая-то надежда, что Эр Спирит поможет. Вообще хорошо играл Сумейл, но так же получилось, что на нем как раз игра и закончилась. Прямо почувствовали, что его можно поймать. Поймали несколько раз. Вообще в первой игре Сумейл особо не ошибался. Его очень круто поймали. А вот во второй игре он поймал две стрелы. Причем последнюю стрелу он поймал. Судьбоносную на Рошане, которая пролетела максимальный радиус. Максимальную дистанцию, скажем так. И да, там можно было увернуться, скажем так. Было время хотя бы немножечко отойти. Но я думаю, что сами все видели вы, что ЕГЭ сыграли. Герой для FY. Собственно, Enchantress в сложную линию. Хотя опять-таки тут может быть по-другому. Сенткинг на третью позицию и Enchantress на четвертую. Я не знаю, я рискую опять сыграть в плохого предсказателя. Но в отличие от Enchantress против Пугны, против Enchantress против Лайфстилера, здесь на линии Enchantress смотрится максимально сильно, по-моему. Ее в начале вообще ничего не убивает. Ну только Мирана, но Мирана-то пойдет в мид, скорее всего. И поэтому, как они будут с Enchantress разбираться, непонятно. Не факт, но даже Мирана на первых уровнях имеет достаточно слабый раскаст. Конечно. Enchantress в любом случае будет стоять на линии, чтобы не произошло. Встанет туда Манки Кинг или Мирана. Просто, если в топе будет стоять Мирана, она что-то выформит. Не будет такого, что Enchantress просто изжит Лайф настолько, что у Мирана просто ничего не будет совершенно. Но пока логично было бы поставить Манки Кинга в мид против Эмбер Спирита. Понят Минески Фантом Лансера. Герой хороший, в последнее время появляется все чаще. Чаще и чаще. Да, и на ласт пик он может очень сильно зайти. Ты можешь просто оказаться в ситуации, когда нечем... Когда тебе нечем Лансера, да. И его и убивать нечем, и ловить нечем. И Манцер потом просто в мидгейме тебя со своими диффектами, траволами уже закапывает. Зато два вышками. Как не можешь ему ответить. Очень часто нам показывают нинджабуги почему-то. Не знаю почему, видимо. Считают, что это будет ключевой. Может быть, комментаторы и аналитики много про него говорят. Англоязычные. Так, и у нас в бане Некрофос. Собственно, еще магия. Ну, на данный момент довольно тяжело ловить Эмбер Спирита с тем, что есть. Последний пик это Урса. И в такой ситуации вполне может Мэйбис играть на Урсе, Ами на Эмбере. Здесь они могут меняться, потому что эти два парня играют... Ну, в Китае любой кэрри играет на Эмбер Спирите. И любой мидер. Ну, такого вот, нового поколения, скажем так. На Эмбере надо уметь играть, это хороший персонаж. Скажем так, не любой саппорт может себе позволить играть абсолютно на всем. Кто-то не очень хорошо на Эрспирите играет. Кто-то не очень хорошо, я не знаю, на каком-то другом роумере отыгрывает. Да, не любой саппорт может сыграть на Виспе, допустим. Но когда ты мидер, у тебя в пуле должен быть и такой прекрасный персонаж, как Эмбер. И плохо у тебя и на Миране, и на линии на Квин оф Пейн должно вроде бы получаться. Практически на всех ключевых персонажах, которые могут стоять в миде, которые популярны в данной мете, ты должен уметь играть, чтобы пики были более гибкими. Чтобы твоему капитану было где развернуться. Максимально азиатский финал Китая против Юго-Восточной Азии начинается борьба за очередные очки от LGD и Минески. Еще раз напомню, что QQQ получит 50% очков, сколько бы они не заработали. Вся остальная команда LGD получит 75% из-за замены. Ну а Минески в любом случае возглавят рейтинг игроков с турнирными очками после этого турнира, потому что у них уже 180, это больше, чем у Liquid. Но они могут уйти в отрыв достаточно серьезно, если выиграют турнир. То есть у них станет вообще на 90 очков больше. Не на 30, а на 90. Ну и смотрим. Очень мне хочется посмотреть на FY, на его энчантрас. Сдается мне, в этой игре у него будет хороший простор для действий. Пока определенный уровень не получит. Да, с уровнем и Манки Кинг его пробивается, и палкой, и дротики от Фантом Ассасин, и спилов много. Но в начале... Как это все будет выглядеть в начале? Смотрим за расстановкой по линиям. Значит, в начале за расстановкой вардов. Джебс на Орспирите поковылял куда-то по направлению к центральной линии. Яо. С двумя апсерверами поставил один. Это значит, что внизу они не будут спешить с расстановкой варда. FY на смоке. 442 мс. Неплохо. Минески заблочили спаун энчантрас сразу же. Чтобы не было проблем с крипами, которых FY будет переманивать. Для энчантрасов сложно, это очень важно. То есть, когда ты играешь против Роума энчантрас, тебе нужно еще вот этот спаун блочить. И оттуда может крипов достать. Ну, а если ты играешь против энчантрас третьей позиции, то достаточно вот этот спаун убрать, как-то его телом блочить, одним из саппортов, или просто вард можно воткнуть. 30 секунд до начала сражения. Что происходит с вап-линиями, я пока не совсем понимаю. Да, Урс бежит в бота, а энчантрас бежит в топ. А там спаун не заблочен. Может быть даже не последний еще. Ну да, Ама сразу побежал как-то вниз. Увидев всю эту ситуацию, идут отжимать баунти руну QQQ на своем сигнатурном сайлансере. Вместе с ним Яо. Ну и судя по всему, три баунти линии они отожмут. Сбили сверху вард. Что я сказал? Ладно, не важно. Баунти руны. Три, конечно, баунти руны. Сбили вард сверху. И теперь здесь нету обзора, но я так понимаю, за счет этого варда уже что-то увидели. Имирана отправляется вниз. Вот вопрос, как изначально хотели LGD. Что они хотели? Против кого они хотели поставить энчантрас? Против манки Кинга и Эрспирита? Ну, наверное. Наверное, это оптимально для них. И сейчас еще и выход в мид. Здесь муши. Два суппорта очень хотят с ним что-то сделать. Но это очень тяжело. И саппорты уходят. Ну и Урса на нижней линии. Здесь пока что никто не показывался. Летит стрела. Стрела не попадает вами. Могло бы быть не очень приятное начало. Хотя вряд ли бы его убили, даже несмотря на эту стрелу. Поставили бы плоску поражать просто. Далеко, очень далеко находилась Мирана. Не успела подойти. Хорошая курса полетела от Кукуку. Попадает он по двум героям. И самое важное, что по крипам не попадает вообще. Обычно это важно, чтобы линию не толкать. Но тут есть лич, поэтому ладно. Это, наверное, в данной ситуации не сильно. Главное, чтобы к героям попал. И сейчас Курьер в опасности. Ай, спалился Яо, спалился Яо. И контроль Курьера тут же есть от Муша. Вот если бы Яо не спалился, возможно бы он забрал этого Курьера. Сверху и флай. Прямо на него за вышку напали Air Spirit вместе с Манки Кингом. Но за счет онтач в Блайфуе, конечно же, и кукуков прекрасно может потанковать. Они немного урона наносят и фармят. Он прекрасно, правда, одного крипчика пропускает. Все-таки. Айс-айс-айс отзонивает. Посмотрим, кстати, насколько хорошо Манки Кинг сможет отстать против Канчантрас. Миди, нападение было Air Spirit, но отличная контратака. И Джабс или живой отсюда уходит. Эмбер Спирит его привязывает. Отличная игра от Мэйби, минус фласка. Максимум из ситуации выжил Мэйби, но все равно не смогли забрать. А тем временем забирают Энчантрас. Вот только я сказал, давай посмотрим, как Энчантрас отстоит против Манки Кинга. И Манки Кинг тут же убивает Энчу. Просто потому, что он настакал Джингу, я так понимаю. И Бангло Страйком ударил Энчантрас. Энчантрас очень мало брони и здоровья. Тем временем в боте умирает Урса. 2-0 в пользу Минески. Сработает Ластворд, но Мирана не умрет от этого. Ластворд только первого уровня. Да, неплохое начало для Минески. И мы видим, что Манки Кинг способен. Но я думаю, что все-таки Энча немного ошиблась. Не стоит давать настакивать на себя Джингу Мастер, учитывая, что у тебя антачи было. Это не так просто сделать. Так, Мун. Мун очень битый. Муну передают Кларити. Муны есть 2 тангустика. Все-таки используют Власку. Кью-Кью-Кью его прикрывает. Сюда же подходит Яу с руной невидимости. Но тяжело представить, как на этой линии вообще собираются убивать какую-то Мирану, например. Потому что у Мирана есть Лип. И ее нужно... И убивать не так-то просто. И качаться, в принципе, проблемно для Амы. Но вот пытались сейчас напасть на Мирану. Сент-Кинг допустил ошибку. Он мог подкопать 2 игроков. И тогда хотя бы Нинджи Буги убили. Буги получил только Курсу. Вроде бы и... Да они не пытались его убить. Хотя Лич это цель номер один. Они пытались убить Мирану, которая может сделать Лип. Очень жадно от ЛЖД сейчас. Там он нажимает очередную фласку. Но он по-прежнему стоит на лайне и по-прежнему фармит. У нас в миде крайне много золота. Их получают игроки двух команд. Их команд. И Муши добивает крипов. И Мэйби тоже успевает ласт хитить вообще все, что только до него доходит. И в очередной раз убирают в боте игроки Минески. Тяжело, тяжело стоять, конечно. Урсы не любят, когда к нему приходят по несколько героев. Урсы любят стоять либо один на один, либо втроем против одного. Когда можно доминировать за счет фьюри свайпс. При этом не сказать, что у Enchantress все слишком хорошо сверху. Айсайсай здорово разбирается. Постоянно держит несколько стаков. Если не удается с руки добить, то бандла страйком добивает Джингу Мастери. Постоянно подхиливается. И за счет этого пока что линию свою выигрывает. На миде, как ты сказал, оба героя получают много. И никаких подключений мы особо не видим. Я думаю, здесь очень много будет зависеть от Мэйби. От его подключения на шестом уровне, может быть. Все-таки с уровнем. С магическим прокастом. А мы... Да, мамы. Без фарма здесь. Просто лич еще. И такая линия. Две смерти. Ну, а мы не впервые сегодня. Он сегодня все игры, которые мы смотрели, начинал либо вместе с командой за упокой. Нападение на Муши. Муши. Сиринг чейнс в кулдауне. Приходит сюда лич. Мэйби лишнее. Проблемки у Мэйби. У него есть ремнон, 10 стиков. Но он байсит до конца. Но может сейчас добайтиться. Все-таки просто уходит. Посмотри. Не жмет ни стики, ни на ремнонт. Не улетает. Победитель в номинации стальные колокольчики. Мидер команды LGD. А по крайней мере на PGL Open Bukharest это точно. Ну, Мэйби очень уверенно играет вообще на этом турнире. Пока что. Взялся за голову в новом сезоне, скажем так. Падает на Мирану. Мирана после липа немножечко замедленно за счет курсы. Но все равно недостаточно, чтобы догнать. У Урса даже тапка нет. О чем тут может идти речь. У FW нет возможности добить катапульту. Сейчас свою собственную. И убивает ее Boundless Strike и My Size Size. Который уже шестой уровень. Качал он 3Dance на тройку, чтобы впоследствии можно было и фармить при помощи этого скилла. Интересная раскачка. Обычно Boundless Strike в 4, Django Master в 4 мы видим. Вот такой вот не часто встречается. Но для его позиции, я думаю, это абсолютно нормально. Ему нужно быть мобильным. Он не позиционирует себя как какой-то основной кэрри. Все-таки есть Мирана и Phantom Assassin. А его задача много передвигаться. Мэйби в миде пытается убить муж и сжечь его плеймгвардом. Но сюда подходит сейчас Айс-Айс-Айс. И могут возникнуть определенные трудности у Мэйби. Но он как только слышит звук 3Dance, моментально уходит на ремнант. И под Boundless Strike не подставляется. 3Dance позволяет просто убивать крипов быстро. Когда бежит большая пачка, если ты будешь бить руками каждого крипчика, ну, согласись, будет не быстро. А 3Dance, ну, точнее, этот скилл называется Primal Sprint. 3Dance-то просто по деревьям прыгает. Ты просто огромный дэмэдж наносишь по пачке крипов, и потом аккуратненько всех их добиваешь. Они в любом случае качаются параллели. Да. Нападение на обезьяну. И обезьяну уничтожили на этой линии. Месть Мэйби. И в этот момент нападение на Сайлансера. Видите, ну, QQQ, как обычно, довольно много будет вот так вот погибать, потому что играет на очень липком суппорте. Правда, сейчас может еще и Яо подставиться. Вот это уже явно лишнее. Яо как-то очень неаккуратно сыграл. Забыл про то, что есть Сайланс, Тану и Орспирита. И забирают еще его. 5-1. Несмотря на то, что Минески введут 5-1, по золоту преимущества практически нет. И сейчас еще и пойдет верхняя вышка. Кто ее заберет? Ее забирает Мэйби. Это очень нужный для него ласт хит. А очень нужный для него буст. Он очень скоро сможет позволить себе покупку Бутсов Тревел, но Адамы с горами уже... Мне кажется, он Вейл сделает. Не знаю. Первым? Если он сейчас два раза подряд умрет, то да. А если нет, то скорее всего травола купит. Потому что с траволами Эмбер очень быстро фармит. Ну, травола на перспективу. Вейл здесь и сейчас убивать людей. Ну, посмотрим. Вообще, пока что ничего не покупает. Очень похоже. Правило, да. Как правило, Эмбер берут травола. Вот если есть деньги, вот прям вот есть, то лучше купить травола, чтобы потом фармить. Но мы видим, что Мэйби покупает себе два нулика. И рецепт тащит себе все это дело. Активирует еще и смок. Посмотри, он решил с Аркин руной прям идти в атаку. Хороший очень руну нашел Мэйби. Похоже, пойдет убивать. Оставляю Центр для. Да, собрать то этой атаки не получилось. В любом случае, если хорошо эту атаку проведут, хотя бы сделают один фраг и не погибнет, то сможет купить себе этот Вейл. Должно получиться. Потому что три ремнанта под Аркин руной. Ну, то есть их не жалко кинуть, я имею в виду. Да, вот. Собственно. Даже вот так. Красиво. Ремнанты очень быстро под Аркин рунами. И Мэйби не жалеет. В общем-то, даже если бы он Аркин руну не нашел, он все равно бы три ремнанта кинул. Но так ему еще и приятнее их использовать, потому что они в него быстро появятся. В топе тем временем убили ФВА, нападают еще на Сайлансера. Ну, возможно, он тоже отъедет. Правда, он неплохо тут раскастовался. Сейчас убьет Джабса. Нет. Работает рейндроф. Джабс выживает на лоу хп. Вовремя начал делать телепорт. И ФВА разминают. Очень много дополнительных фрагов отдают. Вот отдавали бы здесь по одному, было неплохо. Но постоянно отъезжает еще кто-то еще. Либо Сайлансер плюс Сенкинг, либо Энчантрас плюс Сайлансер. Мэйби пытается добить вышку. На Эмбер Спирите не самая простая задача. Почти готов Вейл. Нужно дофармить пачку. Он может купить этот Вейл в боковом магазине. Там Хэллм оф Айронвилл продается, чтобы не эксплуатировать Курьера лишний раз. Добивает пачечку Крипчиков. Отправляется еще и Нейтралов добивать. Мэйби. Максимально реализует свой Флэйм Гуард. Энчантрас вышку спушить, конечно же, попроще. Мун только что потратил лип, а ты видела Флай. Может быть, это как-то сподвигнет команду. ЛЖД напасть сейчас, но... Мэйби только что забрал Вейл и уходит с линии, находит руну регенерации. Очень крутые руны у Мэйби. Я так скажу, попытаюсь объяснить свой взгляд, почему я был за Вейла, и, наверное, почему ему Мэйби взял. Сейчас посмотрим этот игровой момент, потому что может быть очень опасный выход на Нинджа Буге. Но это суппорт, и это легкий фраг. Тут даже Эмбер Спирит не понадобился бы. Ох, не такой уж и легкий, как оказалось. Чайник летает. Сэн Кинг все-таки получил еще дополнительную клюху. Если он купит травела, безусловно, он быстрее начнет фармить, но некому в команде LGD здесь и сейчас убивать. Ама очень вначале просел, очень сильно просел. У ФА тоже проблемы. Мэйби сейчас должен быть основной ударной силой для того, чтобы немножко сбить темп сопернику и позволить дофармить что-то Урсе, позволить дофармить что-то Энчандрос. А сам он с Вейлом, если он хорошо его реализует, он сам тоже быстро разгонится, потому что это много фрагов потенциально. Если бы у Урса дела были чуть получше и Энчандрос, они там вдвоем наводили шорох, думаю, он бы мог себе позволить. Хочу-мочу где-то там подобивать, да. Хотя мне кажется, что в любом случае такой хороший старт, вот конкретно в этой игре, ну, очень приятно Эмбером. Тут на кого не ворвись, Фантомка до покупки БКБ падает от магии, Манки Гинг падает, все суппорты, естественно, все герои падают, даже Мирана не может от него убежать. Очень приятно Эмбер Спирит в начале. Поэтому максимально эффективно использовать старт и потом постепенно... Ну, конечно, потом будет выход в лейт. Ну, собственно, уже Травела наметил. Ну, сейчас благодаря Мэйби Минески немножечко боятся, потому что Мэйби действительно в одиночку может убить, ну, с небольшим ассистом любого героя. Собрал баунтируны, немножечко не хватает до 10 уровня Мэйби, чтобы вкачать там талант. Даже несмотря на усиление левой ветки, там раньше было, кажется, плюс 20 или плюс 25, плюс 20 даже, и плюс 12 спелл амплификейшн, все равно делали 8 спелл амплификейшн и 30 урон, и тем не менее, Эмберы предпочитают именно усиление способности. Летит ремном для того, чтобы срезать деревья, но Манки Кинг уже в другой части леса. Сейчас опасная ситуация, потому что Джабс, стрела летит, стрела не попадет, Джабс идет дальше, Сэн Кинг убегает, Мэйби убегает. Есть два заряда на Ремнанты, нет, очень вовремя отступили. Кстати говоря, ничего не взял себе, оставил, взял себе один из спеллов. Видимо, Сиринг Чейн закончил. Да, да. Ну, четвертые чины побольше урона наносят. Это больше, чем 8% для третьих, поэтому это абсолютно логично. И, учитывая, что он купил Вейл, да, скорее всего, он возьмет себе 8% дополнительного магического урона. Это лучше работает. Да и потом он, скорее всего, пойдет, ну, в такую физику, то есть, в какой-то Мьелнер, но, скажем так, в удары с руки, которые все равно наносят магический урон. Так вот, это, так, Мирану чуть не нашли, Мирана уходит с помощью Липа. У Мирана... А Шиксембер, Квистами и Чинами, и не зацепил Муну. Тут можно было бы убить, пытаться, по крайней мере, мэйби, под Флэйм Гвардом, его убить здесь просто не получится, даже если... Втроем, но, хотя втроем, за Сайлант, за Стан, если Ару только попадут, тогда да, тогда убьют. Но здесь немножечко другую цель избрали себе Минески, нападают на Сэнд Кинга, Сэнд Кингу получают геомагнетик грипп, отличный камень, дротик, фракасов Мирана, и Сэнд Кинга в Таверну. Ну, опять, та же самая история, Суппорты погибают, хотя Сэнд Кингу это неприятно, он фармил на Блинг. Ты видел, что Нинджи Буги сейчас сделал? Нет. Он кинул чайник в пачку крипов, для того, чтобы этих крипов зафармить, а он отлетел прямо от рейнджового крипа в Сайлансер и больше никуда не ударил, так вот неудачно. То есть, он и ульт потратил, и не сфармил ничего. Печально. Да, говорили мы сегодня на стриме, что Лич может позволить себе за счет низкого кулдауна на ультимейте и за счет сложной реализации этого ульта как самого по себе иногда кидать его в припоп в большие пачки, чтобы где-то толкать линии и отвлекать своих коров для того, чтобы защищать вышки, да? сейчас Нинджи Буги сам находится под ударом. И он умрет, безусловно. Да, тут с дабл дэмэджем его Эмбер Спирит с трех ударов убивает. Даже без Вейла не нужно. Ну и правильно, потому что Вейл можно кинуть куда-нибудь в другое место. Лич этот и так мертвый. Манки Кинга, не знаю, видел ли сейчас Уфлай или нет. Ну, Мэйби очень много делает для своей команды. Мы фактически, если смотрим сейчас на команду LGD, мы видим, как фармит Сен Кинг, как пытается вернуться в игру Урса, как что-то подфармливает Энчатрос, и Мэйби, который единственный воюет с врагами. Которые, в общем-то, боятся только его, по-моему. Всех остальных они идут и убивают. Но у Мэйби очень страшно, у него много магического урона. Поэтому нужно очень-очень подфармить. Поймать не так-то просто. Тоже на стадии драфта об этом упоминалось. Очередная атака на Яо. Яо получил только Сайланс. Приходит, Ама кастует сразу же свой ультимейт. За счет боровострайка могут здесь убить Джебза. Джебз прячется в ультпатме, но это ненадолго его спасает, потому что под рукой находился Сентри Вард. Яо и он его поспешил воткнуть, чтобы сделать фраг вместе с тиммейтом. Очень вовремя Аме здесь помог своему тиммейту и Сенкинг не погиб. Приблизился к Блинк Даггеру и Яо и Аме также подфармил. Ну опять вот я смотрю на эту игру и я вижу как LGD из не самой простой ситуации ну можно сказать что выкарабкались не дали Минеске ничего сделать не дали как-то увеличить свое преимущество и теперь Минеске обязательно нужно выходить в БКПшки потому что это Фантом Ассасин 1300 хп умрет от магии достаточно быстро. Под Вейлом там ей хватит урона это точно. Да, вот какой билд делает Эмбер Спирит. Это Ю против Сайланса Эмбер Спирита чтобы его было точно не поймать. и далее Шиву то есть тот самый магический билд. Блинк на Урсе Шива против Фантомочки конечно. Да, Блинк на Урсе Блинк на Сан Кинге вот собственно говоря вышли в те необходимые артефакты дорогостоящие ну для начальной стадии игры Блинк это дорогостоящий артефакт 2000 попробую накопить тем временем цепляю это Флая Флай немножко загулял. Сейчас бы Флаю конечно не загуливать а самим куда-то пойти в атаку опять ошибается немножечко Мэйби нет у него сейчас Сиринг Чейнс но разворачивается не жадничает понимает что с Манки Кингом драться не стоит Яу и Аме выходят в смоках сейчас и попытаются кого-то забрать смотрим подходит Мэйби Сэн Кинг успевает подкопать и это минус Патма хорошая реализация вышку отдали но забрали сильного кора потихоньку подфармливают те самые суппорты которые имели очень мало в начале игры ну что какие действия теперь должны быть у Минески понятно что делают ЛГД у них очень сильный Эмбер который кстати говоря попадается но успевает уйти на Ремнант чуть было я думал сейчас погибнет что делать Минески понятно что ЛГД сейчас будет просто фармить своего Эмбера которого очень тяжело будет поймать в лейтгейме да и Урса справляется с Фантомкой с Манки Кингом не так уж плохо если нападает первый что делать Минески в свою очередь хороший вопрос какой-то смок может быть пиков всегда есть решение это как-то загангать своего соперника со смока когда он этого не ожидает можно дождаться БКБ на Фантомке например чтобы вступить в бой и попытаться уже как-то сыграть против Эмбера ну то есть не обращать на него внимания игнорировать его и попытаться убить быстренько там Сент Кинга Энчантра Сурсу Сайлансера остальных скажем так персонажей команды ЛГД но для того чтобы Фантомка купила себе БКБ нужно еще очень долго фармить учитывая что Муши проигнорировал Маск оф Мэднес который так популярен на Фантомке как раз по той причине что с Момом Фантомка хорошо и быстро фармит хрипов хотя Муши знаешь и так вроде бы первая строчка по Нетворсу но помню он бы еще дальше отрывался от Эмбера Муши очень силен и если дофармит Блокинг Бар остановить его будет очень тяжело это наверное можно его убить в топе смотри у Эмбера есть травола и здесь рядом Сент Кинг Муши очень сильно рискует добивая эту пачку а что там Сент Кинг делает боже там копнул лес копнул лес ну это был это был фраг ничего не видно конечно за спиной у Фантомки но это реально был фраг просто не понимают ЛЖД один тут Муши или нет они вообще никого на карте не видят если бы они хоть какой-то информацией обладали о том что у Минески два игрока в боте кто-то фармит там лес это Мирана они бы 100% напали на Пуши и 100% бы его убили как Муши не подозревал о том что здесь рядом могут оказаться три персонажа так и ЛЖД не понимали то что Муши в одиночестве добивает крипов здесь он продолжает борзеть достаточно агрессивных вардов посмотри какие варды ЛЖД они так стоят что они ничего толком и не видят они не знают Муши там один действительно или не один а если он не один то нападать на него уже не очень хочется но при этом только два суппорта сверху вот сейчас Эмбер перетягивается остальные-то герои фармят атака будет на ФВА здесь рядом Айсайсайз рядом и Дрэпс но ФВА просто отступает не идет дальше находит руну невидимости встречает со взглядом с Мираной Мирана дает информацию своей команде что ФВА в невидимости но ФВА один из невидимости ничего сделать не сможет у него нет какого-то стана да как у каких-то других персонажей которые с невидимости могут начать драку квадраку значить не может поэтому может просто где-то внезапно появиться но он в итоге свою невидимость реализует никак переманивает катапульту и будет толкать линию дальше очень пассивная игра в мидгейме никто ничего не делает никто никуда выходить не хочет и это я даже не знаю кому на руку с одной стороны Эмбер которого в конце очень тяжело ловить эпицентр в топе на муш и на пипок пролетает сюда мэйби стоило мне только сказать что на карте ничего не происходит как великолепный точечный ганг от ЛЖД отправляет одного из ключевых персонажей команды Минески в таверну и скорее всего это позволит убить Рошана та самая связочка пошел так смотрим на стрелу стрела летит попадает в Урсу на Урсу под энрейджем с Аегисом ничего толку куда хотят забрать Урсу без энрейджа пошел глобал нужно выбегать каким-то образом из-за вуконг с команд Урса погибает очень много магического урона энчантрос тоже погибает перетягивается сюда мэйби стрела залетает и кажется Урса здесь не выйдет хотя вуконг с команд заканчивается но смогли в итоге раскайтить остается Сенкинг остается мэйби выкупается энчантрос но опять та самая стрела в Рошпит можно было увернуться и потом поднять Аегис но честно говоря не поверили ЛЖД что пойдут вообще по-моему в Рошпит уже после того как Рошан пал а Минески молодцы увидели стрелу и быстро разобрались очень грамотно сыграл Манки Кинг скастовал хорошим вуконгомандом прям на краешке арены стоял и Урса много дэмэджи получает активирует сразу же смок Минески после столь удачной драки у них нет так смотрим Семкинг видит его и он кишовый праг но лучше так чем ни одного какого-то прага я вообще странно сыграл у него даже маны не было то есть он сюда просто пришел руну контролить ну да по поводу Эмбер Спирита стоит отметить что Эмбер тоже ничем помочь не мог у него не было ни одного ремнанта он все потратил на фантомку до этого вот сейчас находят Мирану что по Вейлу Вейл имеется Урса прыгает сюда и Мирана не успевает отличная игра от Мэйби можно сказать что он сделал этот фраг ну по большей части один Урса просто находился рядом он все сделал что Мирана ошиблась она лип потратила в части карты где ничего не видно просто нажимает лип ну опять вот эта вот ситуация когда Мирана тратит лип его не видя или и в ту сторону куда следовало бы и Мэйби как бы обратил на это внимание сначала не поверил своим глазам потом так стоп позвал твоего кореша Ама и вдвоем они с Мираной конечно же с легкостью разобрались кореша да кореш показал Миране кто здесь хозяин бкб бкб нападает нападает с Блинг страйк а Блинг страйк дает 130 скорости атаки untouchable срезает как раз 130 скорости атаки то есть действия пассивки энчантрас просто нивелируется плюс криты вылетают криты по фантомке у которой 6 единиц брони и то это броня которая приобретается энчой там 14 уровня с теми артефактами которые сейчас есть у эфая там дезолятор который как раз срезает практически всю броню энчу даже больше 7 единиц ну в общем это будет очень больно фантомка нападет на энчу и уничтожит ее в пару касаний буквально если там выпадет хотя бы один крит а он мне кажется выпадет поэтому файл нужно действовать крайне осторожно ему как можно скорее нужно дофармить пику и когда муж на него будет нападать моментально эту пику использовать и отступать на безопасное расстояние не хотят драться с фантомкой вот в этом медведи сейчас это единственный герой который что-то делает против блокинг баров ну и за счет медведя постараться перевести все в ту стадию игры где блокинг бары будут уже не по 10 секунд потому что у манки кинга тоже блокинг бар вот-вот появится его тоже нужно будет как-то убивать ну и эмберу конечно одеваться потому что у него пока что вот та самая стадия игры когда вначале он был опасен но как только появляются бкб он резко проседает находит фантомку должен видеть что есть бкб понимать что лезть сюда нельзя а вот сурсачом можно было бы тп делает урса отходят стоит вард сейчас он увидит урсу и мун отсюда убежит да опять у нас наверху какие-то засадные войска джабс айс 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 просто решают отступить и снизу остается один яу видит мун лайт шаду можно муша заставить нажать бкб это и собирается сделать лгд нападает яу даже не тихо как больно ну я бы сказал что это хороший Я не хотел Сэндштором нажать. Должен был выживать в этой ситуации. Сверху. Тем временем в Уконгс команд на Аме. И Аме еле живой. Тоже вынужден был прожать БКБ. Но все равно это в плюс сейчас для команды LGD. Они развели фантомку на это БКБ. Плюс ценой смерти Сенгинга. Но фактически это было... Этот эпицентр, он был потрачен таким образом, что... Ну, в общем-то, пока ни на что не повлияло. Да, ставится камень, моментально уходит отсюда. Ох, FY. Знал, где находится Манки Кинг. Форстапом срезал дерево. Атакует его при помощи импетасов. Очень неприятный баундл страйк по FY. Влетает Эмбер на Ремнантах. И Манки Кинг успевает забрать с собой в таверну FY. Правда, сам погибает. Мирана. Также отправляется в таверну. Лучше бы сюда не приходил. Он. Очень хитро сыграл FY. Красиво получилось. Так, там еще и Джабс сидит сейчас прямо на варде. И Джабс может отсюда тоже никуда не уйти. Вот ему сбивает Блинк. Он все еще стоит на варде. Ему нужно катиться. У него еще кулдаун. Минус Курьер сил света. Это еще потери. Минески просто дарят тонну золота своим соперникам. Сейчас заберут еще одного. А тем временем поймали еще одного. Вот это подарок. Минус 4. Минус 4. И минус Курьер. Минус Курьер. И все это на ровном месте. Это их так расслабило то, что Яо потратил свой эпицентр? Ну, я даже не знаю. По-моему, Яо адекватно понимал, что он ничего не сделает эпицентром. Он просто хотел развести фантомку БКБ. Как ты верно уже отметил ранее. Дотянуть до того момента, когда БКБшки будут слабее. Чтобы Мэйби своим Эмбер Спиритом, колдуном, как его обычно сейчас и собирают, да, в билд через магический урон, через магический прокаст мог фантомке доставлять неудобства. Постоянно чиняя ее, выживая в драках, уходя на ремнанты и позволяя остальным своим тиммейтам наносить урон тому же самому Урсе, который вот-вот уже купит себе МКБ. У него есть деньги на демонедж, но на два копья дофармить на это несложно. Мэйби на колдуне. Урса тоже, конечно, был разведен на заряд Блокинг Бара, но мне кажется, что для Урса в этой игре это не так критично. Ему главное самое наличие БКБ, а длительность гораздо менее важна, потому что, опять же, он за свои 5 секунд, как правило, и делает основную работу. Прыгает под энрейджем, начинает грызть одного из героев. Для фантомки это гораздо критичнее, потому что, как ты отметил, Мэйби на колдуне. Сейчас вот Шива уже скоро появится. Ну, на самом-то деле, интересно, что он возьмет дальше. Может быть, возьмется еще 10 брони, такого Эмбера... Это было бы целесообразно, 10 брони себе взять. Ну, потому что Флэйм Гвард будет сбиваться диффузами. Посмотри, одни диффуза есть у Мирана, вторые диффуза есть у Манки Кинга. Какой смысл? Муша заходит, прыгает на Сайленсера, но неплохо кайтит. Стрела не залетает ни в кого. Пошло БКБ, но Импетусы летят. Импетусы очень больно бьют. Вуконгс Команд, еще один Блокинг Бар от Манки Кинга. Не боеспособен. Муша Сайленсера забирают, но Сайленсер уже все раскастовал. Уходит Аме. Великолепно для LGD. Они еще на 2 БКБ развели. И при этом отдали только Сайленсера. Сейчас еще могут пытаться догонять кого-нибудь. Сайленсера и вышку. Да. Вышку игроки Минески также сломали. Но я бы согласился с тобой, что это все-таки более удачный размен для LGD, нежели чем для Минески. Очень важно будет контролировать следующего Рошана. Потому что это Рошан под номером 2. Там не только Егис, там еще и Сыр. И кто, собственно, этого Рошана заберет. А механизм уничтожения Рошана есть как у одного, так и у другого коллектива. С одной стороны это Фантомка с Дезолятором, с другой стороны это Урса. Зато ты будешь доминировать следующие 8, прошу прощения, не 8, 5 минут, конечно же. Ну и Сыр тебе позволит доминировать столько, сколько ты захочешь. Главное его вовремя прожать. Сыр не исчезает с течением времени, не тухнет. Яо в топе сейчас может быть пойман Манки Кингом. Летит камень, бандл страйк был очень точный от Айс Айс Айса. И Яо погибает очень быстро. 40 секунд, нет его на карте. Как в принципе и всегда. Да, Эмбер, Яо и Кью-Кью-Кью, они так играют уже четвертую, третью игру к ряду. Они постоянно где-то... С одной стороны, но это плохо так. Нападение на Лича. Аме. Правда попадает под диффуз. Есть БКБ. Не хочет тратить БКБ. А надо бы. Ну или можно умереть. Но маны на телепорт уже нет у Аме. Так бы он мог нажать БКБ тапаут, а так ему приходится мантить в надежде, что соперник его отпустит. Тем временем драг разделилась на две части. Эмбер Спирит пытается убить Пантомку в миде, у которой еще есть Блэк Кинг Бар. Айс 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 уничтожает Афвайя. Мэг получает баш. Кастует Ремнанта, пытается убить Муши, но... Не выходит у него это сделать. Ну, по-моему, сейчас немножко обманул. Сделал вид, что у него там остается последний Ремнант. А на самом деле он все контролировал. Опять мог уйти. Да, Аме сыграл не очень хорошо. Мог сразу нажать БКБ и убежать от Эр Спирита. В итоге нажал в последний момент. Не очень хорошая получилась игра. Забрали также Энчантрас. И здесь уже я не могу сказать, что это круто, что они там развели на БКБ. Да, хорошо, что развели, но отдали больше. Да, очень сильно рискуют просто ЛЖД вот таким моментом. Им сильно везет, что не спавнится Рошан. Рошан спавнится в какой-то рандомный промежуток времени, о котором ЛЖД не знают. От 8 до 11 минут. И им повезло, в принципе, что этот Рошан заспавнится чуть позже, чем хотелось бы Минески. В противном случае они бы сейчас отдали и Аегис, и Сыр. И тогда играть было бы уже тяжело. Линкенс Ферус собирает Сен Мушан, чтобы на него, видимо, первым, они не напали. Но вообще, на мой взгляд, Линкенс Фера здесь, это необычно. То есть, да, Мусоркин? Заболдэм, еще в топе спавнится. Ай-яй-яй-яй. Как же, как же все хорошо для Муши здесь. Мок уже активировали, судя по миникарте. Не успевают. Они так уверенно бегут. Но они пытаются поймать своего соперника. Они не знают, что оппонент уже бьет Рошана. И для них это будет сюрпризом. Пойдут ли драться? Идут драться? Да, тут же Global съедают от одного героя. Сразу Минусор Спирит. Они подкапывают Мирану, Мирана без Аегиса. Фантомка уже зарезала Урсу. И Яу также не доходит до хайграунда. Но его почему-то перестали бить. В итоге Яу сейчас просто уйдет оттуда. Подкапывает. Но следом за ним идет Айс-Айс-Айс. С дабл дэмэджем на QQQ. Здесь же Айс-Айс-Айс, который прыгает через полкарты. На Манке Кинге. Минус 3. В размин на одного. Очень спорное решение идти на Рошана после того, как Айгис уже забрали. Тем более, что не видели дабл дэмэдж на Фантомке. Я думаю, если бы увидели сразу, не пошли бы. Резко бы передумали. Конечно. Потому что Урса полстолба жизни потерял сразу же. Как только Фантомка кританула с дабл дэмэджем, шансов не осталось у Амэ совершенно. Нападает еще на Эмбера. Диффузит ему плеймгвард. Откидывается Эмбер фистами. Уворачивается от Ароу. Уходит на Ремнант еще разок. Ну, в Мэйбе 1-9, по-моему, какой-то начинается игра. Потому что Мэйбе тут уворачивается вообще от всего. И до сих пор никак его забрать не могут. Тир-3 падает. Выходит Сайлансер. Отличный подкоп от Синкинга. Могут забрать хотя бы, выбить Айгис. БКБ прожимает Айс-Айс-Айс. Айгис тоже не хотят отдавать. Пошел Вейл от Эмбера. Энчандрс идет вперед. Попадает в двухконцах команд. Моментальный минус. Забивают ее в землю. И опять 4 на 5 ситуация с Айгисом. Все еще лучше. Кажется, ребята знают то, что Ама сюда телепортировался. И нападает на него. Инрейдж от Амы. У Муши есть еще и Айгис. Поэтому он может позволить себе умереть здесь. А вот такого же Ама сказать нельзя. Потому что байбэка у этого паренька нет. Нападают на Эмбер Спирит. Эмбер Спирит и улица. У него нет активного ремнанта. Но в итоге он успевает после его вас кастовать один. Кастует второй. Уходит на второй. Нет возможности его подцебить. Он откидывается фистами, чинами. Но это единственный герой, который выживет здесь. В башне прокает. Баундласс-Айк. От Айс-Айс-Айса. Краешком зацепляется Эмбера. И это ГГ. Да. Очень хорошо провели эту атаку. В итоге все-таки не дотерпели немножечко ЛЖД. И где-то... Включаю вам камеру. Где-то жажда драться победила над... Здравым смыслом. Здравым смыслом, да. Но тяжелая игра была. Нужно было продолжать разводить на вот эти вот БКБшки. И терпеть, терпеть, терпеть. Это делал успешно только Мэйби. Он действительно был хорош. Он сделал максимум. Все, что только можно было для своей команды. Но оказалось, что этого недостаточно. Давайте посмотрим статистику. Ну и конечно все-таки... Конкретно в этой стадии игры видно, насколько пик у Минески лучше. После покупки БКБ резко увеличивается эффективность. Фантом Ассасин, Манки Кинга. Выигранные в начале линии тоже очень сильно помогли. ЛЖД проиграли. Буквально чуть-чуть Ама не дофармил до Манки Кинг Бара. Ему немного оставалось денег. Вот немного. Он тогда уже, да, имел денежки на Демон Эдж. Но в конце концов у него Манки Кинг Бара не появилось. И кто знает, как повернулась бы игра, если бы появилась бы МКБшка у Урса. Эмбер бы докачался до 25-го. FY тоже мог купить себе. Он купил клеймер. Я так понимаю, он хотел...